Еда, музыка и активный отдых. В Сестрорецке на территории Петровского арсенала состоялся фестиваль еды на природе под названием «На пикник». Гастрономический праздник проводится в нашем городе не в первый раз, и в этом году он объединен темой «Путешествия вокруг света». Здесь более 20 разных ресторанов представили кухню разных народов мира, и тайская, и сербская, и немецкая. Можно попробовать различные стейки, вок, все что угодно, бургеры, все, что хочется вам попробовать. Еще для чего все это хотели провести? Чтобы люди могли как раз в этот прекрасный день, слава богу, с погодой повезло, провести время с комфортом, и, скажем так, без напряга, могли спокойно расслабиться на газоне, на пинбэгах или в гамаках, под музыку диджея, и поесть кухню народов мира. На территории Петровского арсенала во время гастрономического праздника можно было интересно и весело провести время. Так всем желающим предлагалось ощутить себя альпинистом, забравшись в специальном снаряжении на дерево, или прокатиться по лужайке, находясь внутри надувного шара зорба. Бесплатно можно было, к примеру, провести тест-драйв стильных городских велосипедов, а также сделать совместное фото с экзотическими гостями праздника. Фестиваль еды в Петровском арсенале продолжался на протяжении двух по-настоящему летних дней, и всех гостей праздника ожидал комплимент в виде прохладного безалкогольного пунша в подарок. И, конечно же, многообразие горячих блюд, десертов и закусок на любой вкус. Девчонки съели шаверму, очень вкусно, но она была такая диетическая, без соуса, и как-то показалось, что не насытились. И вот пошли, заказали гонконгскую ваплю, очень вкусную, там был сыр, да? Да, ветчина. Все, сидим, отдыхаем, кайфуем. Не, на самом деле, вот такие дни – это счастье, ну, я могу по себе сказать. Ольга, последний раз мы с тобой были в Африке, там тоже мы пробовали экзотическую еду, не помнишь, как это называлось, то, что мы ели? Станислав, это было очень вкусно, кажется, это были личинки какой-то большой бабочки, но они были достаточно большие, аппетитные, потому что, наверное, их очень хорошо поджарили. Ну, слава богу, что мы это не снимали, вот, но для того, чтобы попробовать интересную кухню, совсем не обязательно куда-то уезжать, все можно сделать здесь, по крайней мере, сегодня, в Сестрорецке, на Петровском арсенале, на фестивале еды. В Азию сегодня мы не поедем, но, тем не менее, попробуем азиатскую кухню. Ты как азиатская кухня, Танисич? Сейчас попробуем, говорят, что это лучшее блюдо от лучших поваров Санкт-Петербурга. Пробуем? Пробуем. По крайней мере, отчетливо чувствуется морковка, перец, лапша. Насчет мясных продуктов, я пока не понимаю, что здесь. На дне, я, кажется, нашла. Похоже на курицу. Не на личинку бабочки. Не на личинку бабочки. Как интересно. Я тоже хочу найти такое. Все хорошо. Еда съедобная. Спасибо. Ну, с азиатской кухней все понятно, в принципе. Хотелось бы, конечно, в ближайшее время в Сестраевске увидеть фестиваль, например, еды из рыбы различной, которого, кстати, здесь давно не было. Но все-таки я думаю, что гурманы, жители Сестраевска, нашли время и посетили за два дня этот фестиваль еды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!